Всем привет! С вами я, Фолз, и мы продолжаем играть в сборку Unigmatico 2. В прошлой серии мы закончили на том, что построили себе убежище и заглянули в квесты, где решили, что мы будем проходить первым. И это будет Tinker Construct. Но за кадром я построил себе домик, теперь он выглядит не так уж плохо, как тот. И построил себе небольшую шахту, но пока она не прокопана. Так глубоко, как надо. Поэтому мы сейчас продолжим делать квесты Tinker Construct. Первым квестом, который нужно было сделать, это нужно было сделать книгу и 8 бланк паттернов. Но так как книг у меня не было, мне пришлось идти за тростником, который был очень далеко от моего дома, потому что рядом с нами не было ни одного озера и воды. Но бланк паттерны делается легко, это нужно сделать из двух досок, из двух палок. И получается 4 таких штук. Ну и после этого квеста идет следующий квест Stencil Table. Stencil Table крафтится очень просто, это один бланк паттерн и планки. Давайте сделаем. Бланк паттерны готовы, Walk Plants готовы и мы готовы сделать это чудо. Получается Stencil Table. Так как это не новейшая версия Tinker Construct, то от дерева не будет зависеть, какой это будет. А, или будет зависеть. Ладно, вас продезинформировало. Итак, посмотрим где можно поставить эту штуку. Где у нас примерно будет стоять плавильня, я думаю где-то вот здесь. Я обчистю эту местность и можно будет этим заняться. Итак, пока что из земли, но я подготовил местность для Tinker Construct. Здесь будет плавильня, а здесь будут все стойки, которые нужны. И, наверное, мы начнем с Stencil Stable. Он будет здесь стоять по центру. Здесь в интерфейсе мы можем делать всякие планки брони, инструментов, оружия, табличек и так далее. Это нужно для того, чтобы потом сделать себе оружие. Квест выполнен. Забираем литчест и выполняем следующий. И, да, конечно, я не забыл. В начале каждой серии мы открываем литчесты. На текущий момент мы набрали 5 литчестов. И давайте их откроем. Теперь у нас, наверное, будет третий литчест. Выполн спид апгрейд. 8 спид апгрейдов. Охренеть. Но из мода механизма мы, навряд ли, будем использовать этого механизма. Хотя, кто его знает. Итак, следующий литчест... Что... Просто дали нам... Да из-за этого даже ничего не крафтится. Что... Давайте ее на... Отставим в таком положении каблу, потому что она нам пока что не нужна. И открываем следующий литчест. Мюзик диск. Из мюзик диска можно... Выкачать... Разные аспекты. Поэтому... Я думаю, что он будет полезен. Поэтому пусть лежит. Еще осталось два литчеста. Что же интересно выпадет из них. Блок константы. Полезная... Штука. Потому что константа вроде используется... Или нет... Так, что-то я... А, вот, да. Константа используется в крейчере инкоплутере, который... Будет создавать мобов. Поэтому можем, в принципе... Поздравить себя с тем, что нам выпала константа. Ну и следующий, последний литчест. Это у нас... 32 молстоуна. Помним, что из 9 молстоуна можно сделать болу в мос. Который будет... Регенерировать наши... Наши инструменты из тинкер констракта. Понемножечку. И поэтому... Это довольно-таки полезно. Все, что будет нам падать из литчеста, мы также будем класть сюда. Тем временем, продолжаем квестовую линию тинкер констракта. Сейчас нам нужно сделать либо кирку, либо пойти в следующие этапы, сделав парт билдером. Но мы... Сможем сделать и то, и то, поэтому... Приступаем. Не стал остомить, поэтому сделал все стенсивы, которые... Были заданы в квестах. И, по сути, мы... Имеем все нужные нам паттерны, которые... Будут использоваться в этом моде. Ну и также, когда мы будем более глубоко изучать этот мод, сделаем себе другие инструменты, которые обобщают все эти инструменты. Допустим, есть там инструмент такой, который улучшает... Не то, чтобы улучшает, он превосходит кирку в три раза. То есть, молот, который копает три на три. Просто представьте себе. Хотя, в текущих реалиях это нормально, по-моему. Ладно, ладно. Итак, мы сделали самые легкие квесты в этой ветре заданий. И поэтому нам нужно определиться. Либо начать делать флинтовые инструменты, либо продолжить делать печку. Так как у нас каменные инструменты, которые гораздо лучше, чем кремниевые. Кремниевые. Поэтому лучше сделать груд. Хотя можно сделать груд, поставить его в печку и начать заниматься кремнием. Поэтому можно, в принципе, сделать оба... Ой, кто это меня бьет? Можно сделать оба дела за раз. Когда хотел сделать груд, совсем забыл, что для грута нужно не только песок и грамя, но и клей. Глина. Поэтому мы сейчас будем искать глину. И когда вернусь, мы сделаем груд. Пришлось покопаться минут 20, чтобы найти сраный клей. Но теперь мы накопали его, что хватит хоть на всю жизнь. Можно сделать блоки клея и сделать груд. Немного переборщил с количеством грута. Получилось 2 стака, но так и должно быть. Потому что нам нужна огромная печка для хорошего производства. Поэтому можем сейчас сделать огромную печку, которая будет состоять из, наверное, 3 на 3 блока. Давайте тогда сейчас сделаем. Если она будет здесь вот так, то здесь нужно прокопать вот тут и вот тут, чтобы не мешало. По сути, вот здесь будут стоять все... Ой. Ну да, можно пометить, где все будет стоять. Потому что я не особо запомню. Так, здесь будет стоять смиттери. Да, все. Давайте продолжим делать квесты. Следующий у нас это кремний. Нам понадобится около 7 штук кремния. Но так как из гравия можно сделать фринты, то это не проблема. Квесты заставили меня сделать все из кремния, но только карту из дерева. И вот так выглядит наша дорожка квестов. Я думал реально, что будет сложно, но оказывается, что нет. Наверное, будет самое сложное у Монолина. Так, что вот это такое? Кринкер Пан. Вот это... Я не понимаю, что это? Можно сделать попутно, чтобы получил залуслать два участка. Почти основная дорожка квестов выполнена. Осталось сделать только батлсайн. И мы, считай, сделали все легкие квесты. Ну а после идет тир 2. Так называемая тир 2, которая начинается с того, что нужно сделать печку. Монтер 3 это уже создание слепков и доход до Монолина. По поводу тинкерских инструментов. Я думаю, что я сделаю себе тинкерские инструменты, но это будет не из флинта. Поэтому мы сделали себе сундук, которым будут все ненужные инструменты лежать. Из тинкер-констракта. Потому что их в основной сундук всовывать, это, не знаю, мне и так там места не хватает. А тут еще вот такие штуки. Оооо, столько лучестов мы получим только раз в жизни. И это только за тинкер-констракт. А что будет дальше, я даже не представляю. Но, печальная новость, это, скорее всего, последняя ветвь модов, которая так будет халярно раздавать лучесты. Будущие ветви модов будут посложнее. Ну и давайте мы откроем лучест. Я думаю, что я сделаю это за кадром и покажу все, что выпало. Кадрами, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Да, из-за такого количества просто предметов, которые мне выпали из лучестов, мне пришлось поставить даже второй сундук, потому что в один сундук просто не поместится. Конечно, у нас есть дофига полезных предметов, но один из них это хэнглибер. Спросите, что это за предмет, но вы же не видите, что это. Да, это проплан. Мы можем теперь летать. Но минус этого предмета в том, что нам придется подниматься на поверхности, что скорее всего будет затруднительно, потому что, ну вы видите, какие горы обычно встречаются в Майнкрафте, и навряд ли мы будем постоянно с него летать. Но, стоит взять на заметку, я положу его сюда. Пока занимаемся этой чушью, у нас приготовилось почти что два стака с Red Bricks. Остальные переплавляются в печке. Ну и, наверное, приступим к самому строительству печки. Сделаем, наверное, до сюда все квесты, кроме Tool Forge, потому что у нас нет железа, просто нету возможности железа сделать. Ну и я хотел бы сделать свою структуру печки, потому что, по идее, мы будем плавать все в печке и производить по три слитка за раз. В спаме, если, конечно, этот мод есть, как он называется-то, Redstone Component, может быть, Repeater, нет, это у нас, ну ладно, я думаю, мы найдем этот мод. Если что, может я вспомню что-то. Я удивлен, с таким количеством Red Bricks мне не хватило на все квесты, но, к счастью, у меня еще осталось немножечко, так сказать, ресурсов, поэтому мы всех потратим на производство еще груто. Плавится у нас почти что еще два стака, чтобы просто сделать одну печку. Просто представляете, какие ресурсы мы тратим на одну лишь печку. Хотя, это окупится, я думаю, что это окупится, потому что, давайте просто посмотрим. Вот, если взять руду железа, если мы ее просто переплавим в печки, то получится один слиток. Ну, если мы переплавим его в тинкер-констрактовском смилтере, то получится у нас, так, где у нас, вот. Так, ищем, ищем, вот. Руда железная переплавляется в два слитка. Ну, вы подумайте, какая выгода из одного слитка, а я вам скажу, это все-таки хоть что-то, чем ничего. Если посмотреть на другие объекты, то у нас, видимо, выгоднее всего, как раз-таки, смилтере. Хотя, можно и через пироконцентратор. Хотя, до него далеко. Ну, и тратить пиротиум за выгоду в три раза, я не знаю, я думаю, этого не стоит. С другой стороны, нам придется делать слепки. Я помню этот сратый перевод от русских разработчиков тинкер-констракта. Точнее, от русских переводчиков тинкер-констракта. Они перевели это как слепок. Ну, не знаю, что. Каст-каст никак не слепок. Но, да ладно. Сейчас мы построим первоначальную конструкцию, не трогая серитбриксы, потому что они нужны для квеста. Я думал, что мне нужно сбоку поставить смилтере-контроллер, потому что у меня слева будут все вытекающие. Ну, и слева от смилтере-контроллера будет серия из высотки сеританков. То есть, я буду высоту ставить сеританки, чтобы касту дал лаву. Но, в конце концов, я думаю, из четырех блоков сеританков я закончу эту эпопею. Поставлю сюда кастинг-бин. Кастинг-басин. Он будет, по-моему, один, потому что мне больше не нужно. Все, не потребуется мне больше кастинг-басинов, потому что, ну, не нужны они мне. Хотя, возможно, я бы мог поставить сюда еще кастинг-басин. Но это, наверное, уже язычная забота, потому что не так уж много я буду плавить за один раз. Я думаю, что штуки 32 я буду плавить в этой печке. Ну да ладно. Просто если окупаемость печки такова, что ты из 32-х железных руд делаешь стак железа, я думаю, это окупаемо. Еще совсем немного серитбриксов. Давай! Еще пять блоков серитбриксов. Как же долго делается... Точнее, не делается, а плавится в печке обычные. Возможно, есть мод, который увеличивает произведительность печек крафтом. Но кто его знает. За любопытство решил глянуть, есть ли в анигматике два магические моды. Но, к сожалению, кропов нет, поэтому... Вы это тоже видите? Видимо, они не ложатся спать, так же, как и я. Ну и давайте попустим тогда ночь, следовательно. Да, у меня упал с кровати опять. Но не важно. Почему-то этот свинья не хочет спать. Точнее, просыпаться. Может, стоит ли я потолкнуть? Просыпайся. О! Неужели? Проснулась. Хочу подметить, что здесь анимание, да? Здесь очень большая разновидность животных. Заканчивая змеями в тропиках, по-моему. Мы не сразу не встречали тропики. И прям части... Ну, полноценно огромный биом зимы, где там буйволы бегают. А вот то, что мы проходили, вот это вот, это вообще не частичное. Потому что... Это по сравнению с тем, что на самом деле есть, это вообще мало. То есть, там был вообще огромный биом тайги, где было очень много буйволов. Из них выпадало мясо. Но, к сожалению, там адаптация мода охреновая, поэтому из него выпадало стейк. То есть, как из коров. Выпадало. Так, у нас готовы все Red Bricks, пока я заговорился. И, наверное, сделаем вот так. Потому что я не хочу стрелять, тратить все эти Red Bricks. Ну и мы сделали, похоже, все квесты, связанные с... Не понял, что это такое. Зачем нам фюрнесс контроллер? Мы же не делаем повышенной сложности. Не знаю, нас зачем-то заставляют делать печку для... Что это вообще? Я не понимаю. Я впервые вижу... Ну ладно, раз квесты это требует, то давайте сделаем. Поставим, посмотрим. А-а-а! Все понятно. Какой-то из сборок, по-моему, я ее не снимал. Была такая же печка. Она... Это аналог вот этой, но она работает за счет угля, а не лавы. Ну, в принципе особой разницы нет, она нам особо не нужна. Но почему-то квесты заставили это сделать. И также... Да что это такое? Ладно. Давайте сделаем это. Итак, вся квестовая линия второго тира выполнена. И пошло наверное объединение с третьим тиром. Это уже создание слепков и последствия создания китов и манулина. Ну, и по поводу плавильни мы ее сделали, но нам не хватило трех блоков, чтобы доделать. Потому что нам сказали делать вот эти две бесполезные штуки. Точнее, три бесполезные штуки. мы потратили на них полстака середбриксов. Но от них нет никакой пользы. Я даже не буду экспериментировать и пробовать делать из них что-то. Ну, я думаю, что на этом можно заканчивать. С вами был любимый ютубер Фолс. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok